Скорее, россияне начнут голодать, чем Путин перестанет тратить миллиард рублей на нелепую пропаганду. Власть хочет в два раза увеличить производство патриотических фильмов. Тех самых, что стоят невероятно дорого, но которые в кинотеатрах проваливаются с треском. Про очередной мега-распил ваших денег наш сюжет. С начала вторжения в Украину и аннексии украинских территорий российский кинематограф тоже поставили в строе. Он должен снимать фильмы, которые будут поднимать в россиянах патриотический дух, оправдывать и даже восхвалять оккупацию новых территорий. Это актуально и еще по одной причине. Из российских кинотеатров ушло американское и европейское кино. По данным Российского фонда кино, в 2021 году на иностранные фильмы пришлось почти 75% всех продаж билетов. И единственный способ не дать кинотеатрам умереть – заполнить их российскими лентами. В связи с этим в Российской Федерации родилась новая инициатива. Как и принято в России масштабная и призванная заменить нездоровую западную продукцию светлыми и талантливыми российскими фильмами. Центр развития креативных индустрий и Союз торговых центров СТЦ предложили Минэкономике запустить федеральный проект по производству 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 миллиардов рублей до 2030 года. В РФ уже давно существует господдержка кинематографа. Но теперь ее решено поднять на качественно новый уровень. По оценке неувши, сейчас в России производится примерно 100-120 фильмов для кинопроката в год. Авторы письма предлагают правительству поддержать удвоение количества фильмов, чтобы избежать масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики. Если разделить 200 миллиардов рублей на 550 будущих фильмов, получится средний бюджет одного фильма – 370 миллионов рублей или 3 миллиона 700 тысяч долларов. Деньги немалые, но смогут ли произведенные на них фильмы наполнить россиян патриотизмом и вдохнуть жизнь в российские кинотеатры? Давайте рассмотрим это на примере фильма «Свидетель». Бюджет фильма – 200 миллионов рублей. Сюжет о том, что в Украине правят нацисты, которые умеют только насиловать и убивать. Вы ведь не забыли, фильм снялся за государственные деньги. Деньги государства, которое вторглось в Украину. И «Свидетель» должен оправдывать это вторжение. Давайте посмотрим, удалось ли ему это. Паска попросим и до Украины. Вышел первый российский «Зе» фильм «Свидетель». За первый уикенд проката он собрал почти 7 миллионов рублей при бюджете 200. Прошла еще неделя и сборы все еще меньше 10 миллионов. Всего «Свидетель» заработал 14 миллионов рублей. Это лишь 7% от вложенных в него средств. Кроме экономического провала, это еще означает, что зритель не верит в историю, которую рассказывает фильм. Зрители уходят с середины сеансов. В Минске, например, приходит меньше 10 человек. Кинопоиск прячет всю статистику по этому фильму «Свидетель». «Свидетель» стал новой вершиной российского кинопроизводства, которое финансируется государством. После фильмов «Крым» и «Крымский мост сделаны с любовью», снятых 5-6 лет назад, казалось, что дно уже достигнуто. Но нет, фильм «Свидетель» пробивает его и идет еще ниже. Почему же это произошло? В сети лежит много рецензий на фильм «Свидетель». Но я специально процитирую российского актера и режиссера Ивана Диденко. Судя по его высказываниям, он поддерживает политику Кремля и вторжение в Украину. И хочет, чтобы в России снимали больше так называемого патриотического кино. Но «Свидетель» разочаровал даже его. Отметить какие-то профессиональные промахи в этом произведении, причем мне довольно сложно, потому что здесь профессиональным промахом можно назвать любой аспект, к которому ты прикладываешь свое внимание. Зрителям представили посредственную халтуру, в которой просто нет сильных сторон. С точки зрения построения какой бы то ни было истории, в фильме нет ни интриги внятной, развития которой хотелось бы наблюдать. Героя нам не представили, интрига в фильме не завязалась, работа с характерами главными и второстепенными не проделана. Гиденко ожидал, что российский режиссер потратил 200 миллионов рублей на то, чтобы объяснить россиянам, зачем идет эта война, какой в ней смысл. На сегодняшний день в состоянии войны это преступление перед обществом. Вы подняли тему болезненную для нашего государства, нашего социума и плюнули в эту тему, и растоптали ее. Да, Зет-рецензент разочарован работой Зет-режиссера и вообще всего Министерства культуры. Я в очередной раз обращаюсь к уважаемому, в кавычках, Министерству культуры. Чем вы там занимаетесь? А дальше Гиденко говорит об одной из самых больших проблем правления Путина. Кадровой проблеме. Есть люди, которые организуют нашу культуру таким образом, чтобы никто из толковых людей ни при каких обстоятельствах не выбился наружу. Да, в стране, где уже 20 с лишним лет первый пост занимает бездарная посредственность, личности в любой сфере не приветствуются. Именно поэтому российская армия бесславно отступает, неся потери, российские космические корабли падают, а фильмы никто не смотрит. Дальше рецензент называет фамилией тех, кто уже снимал хорошее кино и имеет талант для того, чтобы заинтересовать зрителя. Почему у вас, Тодоровские, все по возрасту не снимают ничего патриотического? Почему Шамиров не снимает ничего патриотического? Потому что он послал вас далеко и надолго с патриотическим контентом? Значит, вы не умеете с ним работать. Значит, вы не смогли его заинтересовать. Значит, он не хочет работать с быдлом, судя по всему. Почему же их не привлекли к съемкам, спрашивает Гиденко? Видимо, просто не понимая, что никто из действительно талантливых людей никогда не будет сотрудничать с Кремлем. Потому что настоящий художник ни за какие деньги не будет врать. Что мы сегодня из культуры можем создать, кроме Чебурашки и фильма «Свидетель», а также фильма «Собибор», а также фильма «Девятаев», а также фильма «Т-34» и многое другое муры, что мы можем создать? Ответ – ноль. В культурном смысле мы проигрываем войну, вчистую. А если говорить о 200 миллиардах, которые российское госкино должно превратить в 550 патриотических фильмов, конечно, найдется немалое количество проходимцев, желающих распилить эти огромные деньги. Но, конечно, фильмы эти никто не будет смотреть. И ни один кинотеатр от банкротства они не спасут. Люди не любят, когда им врут.